Всем привет! Друзья, снимаю маленькие видео в гостях у белорусского пчеловода нашего коллеги Михаила Гращенко. Это молодой перспективный парень и который пригласил нас с Денисом Фадеевым приехать в Беларусь, к нему в гости, посетить его пасеку и пчеловодческое мероприятие. Так что я решил снять маленькие сюжетики, показать небольшой видео обзор именно пасеки, тачков Михаила и я думаю многим из вас будет это интересно. Плотно сидят. Плотно сидят. Да? Угу. Крышки такие у тебя кривые. Крышки кривые делали три года. Две года разные крышки делали и разные производители делали. Да? Клеточки не убираю, чтобы посмотреть весной, меняли маток. Пленку надо поменять, надо еще пленку менять. Вот здесь смотри. О, фишка. Люди говорили на форуме, не на форуме, а Рахматурин Дмитрий Константинович нам говорил. От решетки пчелы не ведут клинки. Клины это соты. Ну соты, да, не ведут от решетки. А, во, я только увидел. Я увидел. Мы забылись расширить. Да, да. Классо, красиво. А ну. А нельзя снять? А, решетка приклеена. Это решетка этого. Не надо. Не надо. Там нет пчелы. Пчелы вот здесь. Это мы забыли расширить. Прикольненько. Специально я даже фотку сделал, чтобы показать людям, что ведут все это решетки. Ну, здесь лобыж какой-то у нас. Это доданы. Это все доданы. Опять же, обязательно решетку ставим. Потому что уже сейчас помышели целый горел. Поле приближали, все из деревни. А что за решетку? Просто сетку нарезали? Да, это строительная сетка. Строительная сетка, уже вишни, мышка. А куница, она что может сделать? Куница может разгрызть тебе сетку. Снизу дерево. Смотри, он тоже. Видишь, борода? А здесь пусть. Ну, это вмешательство. Вот здесь, вот сюда пусть. Видишь, бородку? Чисто. Ее в оригинале нужно было закрыть. Ну, да. Ну, это мы закармливаем, да? Рамки не повсунули им. Закармливаем. Вот такая вот. А вот отводки. Две синие были урвали. Ну, тоже. Тоже даже здесь. Видно, оно сошнет еще. Китайские полоски. Так, не засоряй тачок. Тачок не засорять? Да, пластиком. Собери потом. А, собрать потом, сжечь или утилизировать. Утилизировать. Вот здесь вообще ничего не бралось. Вот так вот пчелы зимуют. То есть мы их уже не беспокоим. Если бы они приехали, они стояли бы сейчас до физоля. Месяц, то максимум, приехали и посмотрели, наверное, на конницу. Это у брата уворовали были 2-7. И мы сделали отводки. Ну, сборные отсюда. И вот они идут заходными вот так вот. Таким вот бакарчиком. Все, тачок посмотрели. Закрываем. Вот они, здесь маленькие. Нет, это какая-то водочка. Ну, некоторые все они такие. Да не лучше открыть так. На другом тачке откроем. Ну, вот так вот пчелы зимуют именно. В принципе, у тебя вся такая система. Да? Все такое вот. Вот на такую систему. Ну и опять же, вот где-то мы смотрели, где решетка. Что-то будет. О, пчелки, смотри, вышли. Вот решетка. То бишь семья развивается на 8-9 рамок. Добавляем десятую рамку вощины. И ложим решетку вот такую. И гоним корпуса вверх. Как правило, это начинается уже в середине апреля. Какой старт, ранний, поздний, мы не смотрим. Корма даны. Семьи закормлены. Нет смысла больше смотреть их и больше всего смотреть. Какие старты? Ранние, подние. Люди говорят, старт, ранний, поздний старт. Такой. Никто не смотрит. Главное, чтобы команда. А вот на этом тачке тут преимущественно на какой взяток ориентируетесь? Здесь взяток мы не ориентируемся. Здесь тачок на весеннее развитие. А, просто на весеннее развитие? Да. Только для весны. Для чего? Чтобы лучше шло развитие. Соответственно, пчелы подготавливаются на этих на зимних тачках под рапс. Вырастают, а потом уже выезжаем. Иногда даже было позапрошлый год, что мы брали осенний мед. Ой, весенний мед брали сливы. И здесь, там внизу пойма идет речки маленькой. Пробрасывается ивняк по стене леса. И защищено от ветра. Вот здесь. То бишь, там север. Мы полностью защитили от ветра. И весной развивается, и в зачишке стоят пчелы. Ну и дорога недалеко. Тут буквально сколько-то? Ну да, дорога рядом. Мы можем подъехать, забрать и перевезти. Тут с рапсом я показывал поле. Где-то километров. 5-6 километров будем этот тачок перевозить на рапс. Здесь развивается. Первый может его уберем и потом перевозим на рапс. Крутяк. Поехали дальше. Ну, Миша, расскажи, а что вот это у тебя такое? Чехлы? Это пергамин. Обычный пергамин. Сделали для чего? У нас стенки 43 доски. Да, ну клевер по поле. Все, поле. Один клевер. Мы стояли на клевере уже. Осторожно вы? Это совсем другой тачок. Ульи 43 доски, которые я говорил. Решетки забиты. Как и везде. Один и тот же тачок. На одном же медосборе они участвовали. А тут побольше семей, да? Да, здесь 40 семей. Ну, и на твое мнение оно... Я хочу посмотреть весеннее развитие. Есть смысл или нет? Да, смысл есть или нет? Это еще недавно я помечал. Ты видел клевер? Нет, это не соответствует этой линии. Ну, у пчелы, я бы сказал, не плохо. Ну да, да. Тут масса хорошая. Масса хорошая. Ну, это не видит. Конечно, если бы еще и снизу, была бы вообще идея. Нет, тогда тут прибито же. Здесь не видит. Ну, опять же, здесь тоже видно. Отсюда и он здесь еще в краю есть. Ну, это отсюда мы делали отводки. Вот, смотри. Да, вот реально все плотничком. Вот именно... Не размазано. Да, да, да. И весной мы уже... Мы весной... Посмотри, здесь очень хорошо видно. Весной мы... Пчела развивается, вышла, облетелась. Мы приезжаем. И уже вот здесь мы ставим только вощину. Ну, то бишь, либо сюда, либо сюда. Сбоку, ну там... Да. Либо... То есть в разрыв, разрыв вы не делаете вощиной. То бишь... Слушай, а тут корма им хватает? Мне кажется, что им тут может не хватить. Не, хватит. Им хватит. Не волнуйся, хватит. А что тут не китайские полосочки? Потому что все экспериментируем. Здесь варофарм, да? Я говорил, да, здесь варофарм. Украинские? Украинские. Ух ты ел. Мы работаем с тремя препаратами. То бишь, если полосками, то двумя типами. И плюс еще два типа, как минимум. Ну, слабее, наверное, да? Бред написано. Бред? Да. Работаем двумя полосками и двумя препаратами по бипине. Ага. Вот перегородки. Вот такими мы перегородками начали пользоваться. Ага. Даже пчелки перегородки. Ну, вот видишь, тут уже лучше получается. Они же, ну, сидят уже. Прижали перегородки. Да, прижали перегородки. А тут что у нас? Ну, и тут, кстати. Вот. Перегородка сэндвич панель. Сантиметровая. И с двух сторон пластик. Здесь нету, да? Здесь что-то вообще не хватает. А почему вощину не в разрыв там? Вощину в разрыв я не ставлю. Ты мне скажи, почему полоски ставятся не напротив литка? А зачем напротив литка? В смысле протюли? Тут же сечет и одно. Смысл где? Как ты будешь ставить? Я ставлю вот здесь всегда. Ну, все. А я ставлю вообще все тут. Оставь? Вообще здесь. А мы вообще зажимаем просто. Не без тяги. Просто зажимаем этим. И все. И здесь поменяли, смотрю? Эти пленочки. Да. Ну, вот там несколько есть вон на том точке, где мы были. Не меня, но... Это семьи, блин, отпитаны были расплод для того, чтобы потом уже. О, тут до 145-е два корпуса, да? Ну, это вот 230-е корпуса и плюс под крышей. Короче, я понял. Все ульи такие, а крыша на всех ульях вот такая. На хлопучку, да. Ох, симпатичненько. А там получается пенопласт, а за пенопласт там металл и все? И все. То есть никаких... Накрытая крышка чем еще? Фанейер или фанейер? Ну, просто металлом, оцинковкой. А тут пенопласт сколько? Тридцатка. Тридцатка. Тридцать пятой плотности. Ну, я понял. Вот в том-то и дело, вот почему я ставил... А не слетает вот это на зиму? Нет. Вы кирпичи не ложите? Ничего не ложат. Ну, вот так оно все происходит. Ну, я не люблю с места большого рая. Все, хватит. Хватит бегать. Поехали. Два корпуса на 145, но это рамка на 3. Да. 230-й корпус плюс под крышник в комплект улья пришел. Ты мне лучше расскажи. Короче, днища, днища все сетчатые, да? Ты мне лучше расскажи, почему на одних есть кожуха, на других? На одних мы поставили эксперимент, будет ли экономия по карману. Вот на этом именно есть. По карман? По карман будет ли экономия по карману и по развитию? Лучше будет с кожухами или нет? Ну, в черном и продувание будет меньше или нет. Здесь, наверное, сладенькая семейка. Сладенькая семейка и мы решили, да. Ну, опять же, вот она говорит, работает заставная или нет. Они прижались к ней. А заставная просто, без всяких пазов, без выборки, то есть просто... Да, да. Все днища сетчатые полностью. Ну, ты можешь посмотреть. Нет, я имею в виду на всех уликах. Да, да, все дни сетчатые. Сетка просечная вытяжная оцинковка, я так увидел. Да, у вас Харьков. А, это наша Харькова? Так это все наше, ё-моё. А что, что ваше? К сожалению, ценовая политика говорит о том, что приходится ваше брать. Ну, вот так вот почти у нас будет и зимой. Ваше брать! Короче, над дорогой. Проблем нет, да? Дорога, ну вон, дорога проезжает. Тут максимум 20 машин за день проезжают. То есть это дороги. Не, ну клевера, конечно. Клевер здесь 100-120 гектар. Есть на чем поживиться. Ну, это самый последний, я думаю. понятно поехали дальше сетка подушечки не помогала подушечки от мышей смысле не помогала пришлось ставить решетки надежно а подставки ну я понял замыши вы просто поддон разрезается вдоль на пополам и пошло поддон разрезанный полным поддоном немножко неудобно а почему вы не ставите по 4 например вот как не неудобно вот здесь мы когда выдуваем магазины не ну удобнее конечно рядом кинули при перевозке намного проще вот таким макаром сироп тоже нам не надо квадратами когда есть точек там буквально там поддона 3 наверное где надо ходить по кругу мы увидим еще наверно один точек где будет стоять поддон они не увидим я убрал вот здесь кормушка ставится просто придешь машина медленно едет да 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 пошел порядок квадратами ходить раз и во-вторых красивее смотрится когда ты приходишь ну да да при загрузке тоже удобнее чудо взял сюда поставила чудо взял сюда поставил все намного рационально считаешь даже а так если поддон надо отсюда прийти потом перейти кажется на одном месте но ты топчешь ну все верно это уже конечно проще чем ходить по тачку и собирать этих пчел там когда поддоны это намного проще но зато мне больше нравится вот таким макаром расставлять понятно ну поехали дальше с сетчатыми донами и здесь опять же пленка утеплитель и оцинков обязательно все больше никаких проблем нет ну вот здесь тоже сила семейки на хорошенькая это достаточно донизу сидят языки ведут нормально ну пускай зима пускай зима ну как оно есть на самом деле ну да без как говорится без 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 лжи и фальши приехали посмотрели я даже не готовился к вашему приезду так мы же мы знали мы знали как это когда ехать ну красиво конечно ну скажу честно мне вот это что прикалывается на зимовку оставил как бы оставляешь не боися конечно все люди знают что это мои пчелы стоят и проблеме даже если кто-то ворует все равно есть люди которые узнают все равно доложит понятно поехали дальше что ты в беларуси это делаешь гости к другу какому другу я думал я у тебя только друг не обману а куда мы вообще приехали что за это не не я имею ввиду где пчелы говорили пасека где-то все я увидел тут все в кожухах о крутяк а теперь скажи быстро сразу опа вот сколько рабца сразу вопрос вопрос на засыпку разницу увидел между двадцать пяткой короче пока я двадцать пятка это ваших условиях эксперимент не но тут чуть-чуть подруга тут я так понял чуть-чуть да 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 более есть минус этих крышка когда ставишь на рецепт крышки не дают ага приходится средний поднимать вверх смысли строить тут крыша до вечно хлопушек опустились вниз здесь ты можешь и следы на все дно тут хорошо мы отпускали мы поднимать не будем потому что мнение просто пока посмотрим что сетка на все дно это даже от водки конец которые сидят на там на 6 рамочках ну вот улочка и пошло дальше вот и кстати вот мы видели там да в дереве вот сейчас мы видели в дереве да что если стоит за страна это пчелы о дерево уходит пергамином обвернута пчелы сидят вот уже от этой улочки и вот сюда уже прижимается тепло не дает но он защищает ответа ну тоже до сетка 25 доска пленка видна до 25 опять же крыша утеплитель обычный ну у меня с 25 с 25 киу ли я вообще разницу с 35 к 45 к старыми улями вообще не увидел тут просто вкладыш на леток леток на все дно но на зиму на зиму а сколько тут семей ну тоже до 40 да вот даже смотрите опять же поддон нас тот же самый поддон удобнее когда по два чего тут можно собрать мед вот на этом тачке чуть-чуть даже землю нет малины много видишь это же болото тут да там дальше есть речка речка и пойму пошла там всякого дикороса хватает здесь классный разбор всегда одна фото из пятигри где стоял с корпусами а у нас этого . здесь всегда есть мед плюс поля василек есть с одной стороны лес тут вокруг лес лес смешанный тут липы есть немного то есть лесной разнотраве тут лес разнотраве всякая всякая всячина плюс вниз озеро то маленькое есть это какой по счету тачок мы поехали седьмой тачок это мыши может кстати вот в прошлом году уже в это время были мыши в этом году еще нет за счет сет но кстати сетка прикольная ну как раз такая и мыши не пролелись и пчела да и пчела выходит спокойно а вы тут не не косите нет траву ну-ка да или подкашиваете да очень не подкашиваем чтобы лишний раз не провоцировать воровцу то бишь интенсивного лета нету пчела найдет как заехать только нижние а летки а че летки не круглые куница бомбит эти летки дай дорогу вот он клуб занимает ну ты я смотрю если ну не убираешь лишние рамки то есть не делаешь лишнюю раку разряхлится до весной не просто говорю не ездили лишь мне лишний распада и подходит вот я зашу и спрашиваю то есть ли от лишней работы ты у себя как бы до отошел и носить сетчатая дно ну я таких улицах буду уходить почти вот каких вот 43 доски тяжело тебя а это да на двадцать пятку а почему на двадцать пятку мне надо легче тягать не на двадцать двойку на двадцать двойку как-то двадцать пятка-двадцать пятка просто делать вадим 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 сосна разницы и без стоимости улья без фальца и без стоимость улья будут спрашивать про перевозку а то сберегиваем скрепами я покажу на пасеке как это мы делаем на базе быстро хорошо и удобно загрузили поехали фальце плюс что не съезжать при качевке даже хотя если бывают такие дороги что и спрыгивают были вопрос но тем не менее без фальца мне больше нравится благодаря скрепам мы кочевали проблем нет в этом я пробовал здесь минус есть еще один что мы сюда не можем заехать смысле ну вот же мы этого улья мы не можем заехать каждый точек должен быть чтобы мы доезжали а чё тут вот тут плохо вот это там канавы трактора выровнять но в следующем году я один из уговорил это тачок будет вывозиться на мед а здесь ставится 200 единиц запускаться именно здесь именно в этом месте тут хорошо защищенный смотрю ну вот ветра тут такая полянка а так вот крутяк да денис но здесь раньше село было хорошее деревне здесь и ферма раньше стояла и деревня большая деревня была звалась буденок елку 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 ну ладно вехал от енис попросил сниму елку короче это седьмой этачок амун умену на двух мне были а так семь тачков понятненько короче не стоит 47 жить Вау! Вот это крутяк! Мишаня нам устроил в гонке Ралли Париж-Дакар О! Чтобы видно было, что мы тут снимаем Окна потеют, все потеет У нас реально... О! Вот это крутяк! Белорусское пчеловодство Пчеловодство гражданки Михаила А не белорусское пчеловодство Белорусы ездят по нормальным дорогам А гражданка Теперь я понимаю, почему ты Ниву купил Будет L200 Там он тут засядет Но Ниву продавать не буду Ниву не продавай Чтобы L200 вытаскивать Вот это крутяк! Окно конечно можно было бы открыть Но не будем Вот это класс! Слышишь? Ну Одеваться надо бы в натуре Ты знаешь, шапку 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 Да ну чешу, зачем? Завыгрызли шапку! Вот тут, бля, смотрите, Галли Маза С лесом Разглупили скотины мне дороги Ну кто там говорит Может на этом На бусики хотели поехать Есть такой анекдот Муж с женой приезжает Картошку копать Ну собрались ехать на дачу Копать картошку Мужик приезжает Смотрит на огородку Говорит, ох, не нахер что мы тут А жена, так а что картошку копать не будем? Хороший анекдот Хороший анекдот Надо держаться Ну летом там куча дорог Мы здесь Это осень Сегодня дорога Расскажите, кто у меня тут что? Ну да, теперь я понимаю Самое главное, что здесь въезд и выезд Вот что значит Нива, да? Крутяк Ни одна тачка сюда не заедет Не заедет Не, не заедет Эл-200 Он не выедет Вот собаки такие разбили меня Эл-200 если заедет, то не выедет Придется Нива ехать, вытаскивать Нет, проедет Эл-200 Денис, что ты скажешь? Чего молчишь? Я, не менее, дороги лучше Ну я это вырежу Чтобы Мишку не обидеть Не, ради Бог Каждый остается при своем месте Каждый остается при своем месте Не, ты нужно же найти такое место Чтобы по такой дороге ехать Рискнем А как пешком ходишь? Вариле пошли что ли? Ёлки-палки А на чем тут ездить? Или это твои следы? Это я накатывал По дождей Крутяк А земля какая Смотри А земля А вот и цех А как доехать? А мы приехали Ага А я ж только хотел сказать Не, я басику сразу не увидел Не, в натуре вот этот твой цех Не, в натуре вот этот твой цех Не, в натуре вот этот твой цех А тут только один дом и больше никого нет? Здесь Здесь В радиусе В радиусе Километра Ближайший дом Это тетка моя жена Не, вот тут сейчас Один дом и все Да? Ну мы вот этот и Крутяк Что-то бля Брат там химички Крутяк Короче Я это С камерой побежал Не, ты так не спеши себе А здесь где Собака, да? Стой 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 А как оно открывается? Мишаня Ты там у тебя на базе, да? Ну это да Мы делаем тут базу Уже благо Начинаем немножко Припорядочивать тут От стариков Ну мы сейчас Мы просто только вылезли с машины И это Тут он есть Он цех Я вижу Сейчас мы пойдем Ули универсальному Вернее Денис сразу побежал к своим улям Где мои улии? Покажите мне улии Уже идут зиму Здесь Самое ценное Это инструментально семеленные матки Зимуют наши Вот Заселены были в мае месяце Поделенные на пополамку В каждом отделении По три Рамочки было Четыре Четыре таких Нуклеуса Которые Были Позеленные на пополам Иж восемь маткомест Выдали Девятнадцать маток Ио В этом году Это проверенных Это проверенных По червлению Не Ты используешь Эти нуки Для айошек Для айошек Для айошек В этом году Я буду приобретать больше Ну вот так она в зиму тебя идет На четырех рамках Так вот все Ты ничего будешь не делать Ни в коем случае Ну я Я не пошел делением Опустил их на три Да Части Кормушка будет стоять Если весной надо будет Я лучше подкормлю Ну да Ну здесь же есть зазор Если можно канди дать Ну я не стал Чтобы были переходы Выламывать Вот Корма я думаю Им должно хватить И без канди Вот Так Весной посмотрим еще развитие Но я думаю проблем никаких не будет С весенним развитием Потому что Так как они летом развивались С одной рамки Печатного расплода Это Многое Показало Весной они будут развиваться Ну вот В одиннадцать На Анатолику Здесь сидит Лиминной материал наш Который будет Ну зимовые маточки Ну здесь же тоже похоже Чтобы не показывали Здесь Ну здесь тоже Ну то же самое Здесь без пленки А просто без пленки Да Б-11 на Б-96 Вот Такая же линия Похожа Ну Сестра по маме Папе разные линии Пчелки даже Занашивали нектарчик сюда Не нектарчик А сироп Так что Зимует от стенки до до кормушки Наверное А нет Тут нету Корма Корма Да Хватает В достатке По весне Я думаю проблем никаких не будет Володь положишь мне Потом сюда пленку По кругу По кругу Да? Осторожно Ой Так А здесь Это воскотопка Сейчас Давай я тебе расскажу Давай Давай Это просто так От колонки Шлангом набирается сюда вода Да Сюда набирается вода Как только здесь вода наполнилась Ну там грубо говоря Пол 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 Половина А какая там емкость? Больше Мы берем Наливаем сюда 9 лезер 20 литровых То бишь 180 литров Мы сюда наливаем воды Это когда не топим воск А когда сироп делаем Ага Засыпаем 6 мешков сахара То бишь 300 кг Вот туда Сходу Да Сразу же и размешиваем Потом включаем мотопомпу С Уже готовый сироп То бишь здесь получается 400-450 литров Перекачиваем В Куб В кубик Ага Кубик стоит уже на прицепе Забираем и поехали Ну вот таким макаром мы работаем По воску Наливаем воска выше Ну где-то вот так Подожди Вы ее используете для воскотовки? И воска Мы все используем Это не ржавка Почистили, помыли Здесь последний раз Вот это сливается То есть краником Краниками сливается вода Да-да-да Есть рабочие краники Вот здесь Переполон всегда открыт Чтобы не сорвало Если что Ну то бишь вода ничего взрывает Не ржавки Ну это сделано так Примитивно По колхозному Но тем не менее Сделано То бишь Опять же Наливаем воды сюда Потом Сейчас принесу Кассеты Уставлены две вот таких Кассеты А-а-а Я понял Для рамок туда Да, мы вставляем вот так вот рамочки Да-а-а-а Да-а-а Не, ну потому что мы Да Принцип Да, и туда И сюда вставляем Покуда это вываривается Да Следующее уже загружается Вау Вот это Восемьдесят рамок мы так выварили Потом берем Здесь вот вот такая Водя вот такая И заливается Заливается Мерва Уже вычерпывается вся Мерва Да И заливается Мерва получилось у нас выварилась кипит 10-15 минут хорошенько разваривается потом заливаем в мешок ведро 10-литровое вставляем мешок заливаем мерву 10 литров мервы ставим сюда в пресс ложим дренаж вот так вот такого типа то есть ну вот да датку вы говоря дренажный опять опять заливаем 10 литров опять ложим таким же макаром опять заливаем опять ложим сразу вопрос извини что прибивай быстро закипает но вода нагревается для нужного вам полтора часа то есть полтора часа здесь вот здесь рубашка да 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 и тут и сюда примерно сколько ведер вы засыпаете потому что сразу за раз 50 литров литров но мервы здесь получается 35 литров и короче вода стекает и и сам пресс вот я смотрю массивный а сам пресс вот он потом когда уже полно мы закрываем такой фух и погнали реально легко им ну вот ты можешь попробовать не ну я имею ввиду когда уже нагрузили мерву усилений а чего этот червяк где это это железнодорожный а все понял на железнодорожный крутяк зерена здесь сделано из дуба здесь видно да и и когда когда нормально то бишь сжимаем сжимаем весь воск то бишь 50-40 50-35 литров мы сжимаем все воедино ага то бишь температура не выходит там температура мерва получается абсолютно ну там я понял остается 10 грамм какой на производительность 11 килограмм воска у нас выходит ну массив при прессе и самая пресс а мы этим же прессом мы давим и за брус ага то бишь его вычищаем вымываем то есть тебе не нужен польский шнек там ты обходишь таким же таким же способом и закидываем и все крутяк там я смотрю тебе типа склада это помещение такое туда идти не будем ну блин там пошли дальше пошли дальше вот это пользуетесь кочевым домиком ну в данный момент вы пользуете ну или стоит 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 а тут а пчел есть ну вот и сколько на базе примерно семей здесь больше двухсот двести пятьдесят там триста здесь у меня это все отводки ну ага где можно растыкать и где натыкали пчел здесь тоже ага семейки такие такого плана но здесь донья опять же донья здесь уже глухие потому что не было тары а тут на вот они опустились опустились это улья новая тебя да это капуса просто ну-ка там он пчелки стоят денис фадеев ходит откуда оттуда там племенной материалами на прицепе племенной материал а тут у тебя грандиозная стройка да потом пойдем но пошли дальше бедра куб новый ай тут тут племенной материал везде решетки везде да вот пола юнгенса то бишь пола юнгенса 89 откуда она пришла 417 вот семейки сидят этой матки уже три года ага вот и везде ты прививаешься отсюда отсюда прививаешь вот дениса фадеева матки с которой с голландии на что хочу обратить внимание это денис фадеев поставлял тему ты да вот смотрите это это две матки он мне подарил он подарил как денис фадеев платить разницу чувствуете да с ними разницу эту и это где лучше это посильнее где можно чистая вообще то есть и не счищал не абсолютно на сетке чтобы я снял пчелки вот такие желтые это анатолиева по экстерьеру по поведению не могу ничего сказать ну вот смотри смысле не могу ничего сказать плохого здесь вообще вот это вот мира вот эти вот отводки мне очень нравится мне тут не буду трогать потому что здесь уже шапка сидит ну сидят вот отсюда до сюда себя до клуб раз два три четыре пять шесть улочек на шести улочках но это тоже уже от них прививался до 6 нет не прививался а вот его написано да я их выложу систему педигри тут тебя везде написаны я смотрю везде от есть метрика на всех ульях и тут и тут б 503 это лягусти карлиал уже и наша и ошка наши прятаны наше это наша да это а твоя лично михаил там вот вот дайте покажу для людей метрику мишни лягусь которая пришла нам в этом году от кого если не секрет ну кто-то не сходи нам опять день с воде конечно работаем плотно друг с другом у рыженькие тоже но злобливость у них привисует ставлю вас есть да но это брался не через меня я я просто помог доставить а помощник 1059 джозгута келда брантрупа 099 этого года семейка но она еще пчелу может не поменял это анатолика да это анатолика у нас новая запущены от водки в зиму это помнишь когда я тебе говорил чтобы запускать зиму вот лягустика тоже лягустик финн это фильм на финляндия но она позднее вот когда в литве праздник пчелорода это в августе да она вниз пошла я бы не сказал что тут конкретно лягустика да ну а как по злобливости а и блин джонни она еще не поменяла пчелу то есть весной уже будем смотреть мы будем конкретно говорить уже весной почем ты кормушки 2 доллара 2 доллара кормушка курска племенной материал вот еще можно показать понятно а а а а